Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в студии 1 сентября. Сегодня мы поговорим о креативных индустриях в системе профессионального среднего образования. В гостях у нас Иоанн Клиндухов, руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Института развития профессионального образования. Поздоровайтесь, пожалуйста, с нашими зрителями. Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Тема у нас интересная. Все, что касается креатива, это всегда как бы интересно и несколько так будоражит. Креативность – это творчество. Как говорил Альберт Эйнштейн, что воображение – это больше, чем знание. То есть мы живем, наверное, по Эйнштейну, потому что все-таки креатив вливается во все сферы экономики, во все сферы жизни. И куда мы, в общем-то, без креативности. Поэтому сегодня креативная индустрия – это одно, наверное, из самых важных вещей в экономике. Если я не права, вы меня поправите. Но мы, возвращаясь к среднему профессиональному образованию, хотим спросить у вас, Иоанн, как и где обучают креативным профессиям в среднем профессиональном образовании? Ну, на самом деле, не везде и не всегда этому делали, обучали. Есть предыстория того, как запустились проекты по созданию колледжей креативных индустрий. Это был чемпионат творческих компетенций Art Masters, где ребята соревнуются в категории юниоры от 14 до 18 лет по компетенциям клипмейкера, моушн-дизайнера, саунд-дизайнера, веб-дизайнера и так далее, композиторы популярной музыки в том числе. И была возможность у нашей победительницы, Кати Романовой, пообщаться с президентом. И она донесла очень простые мысли. Говорит, Владимир Владимирович, вот мы все такие классные тут моушн-дизайнеры, саунд-дизайнеры, а вот здесь, да, в Москве на чемпионате, а вот приехать обратно в регион, зайди в колледж, там таких слов и названий не знают, к сожалению. Это действительно так, потому что у нас есть, если сравнивать со звукорежиссурой, саунд-дизайнеров нет, то есть специальность музыкальной, звукооператорской мастерства. Надо же звучит так как бы немножечко, да, и с тех времен, когда составлялись программы ранее. И в этом смысле была задача и было выпущено поручение президента обеспечить включение в систему СПО актуальных и востребованных образовательных программ и у работодателей, и у подростков. Вот, и, собственно, мы выполняем эту задачу, и прежде чем приступить к выполнению, мы, конечно, проанализировали, провели исследования, какие же направления, да, интересно. Какие направления, какие креативные индустрии в среднем профессиональном образовании? Ну, я думаю, можно про креативную индустрию рассказать, что там еще и потом перейти к профессиям. Ну, креативная индустрия, как одно из определений, это там все очень гибко, это такое вообще название групп, товаров, услуг, где в основе лежит творческий труд, а добавленная стоимость формируется за счет интеллектуальной собственности. Это в первую очередь. Вот, и креативное производство, это как раз то производство, где используется человеческий ресурс. Отдельно расскажу, мы как раз в Кемерово, запуская первую школу креативных индустрий, думали, а как детям это объяснить? И на самом деле удалось рассказать, что она богата природными ресурсами. У нас, да, там Кузбасс, это уголь. Вот есть природные ресурсы, вокруг них строится производство, да, по добыче, переработке и дальнейшей реализации, да, того и продукта. Так вот, в креативных индустриях и вообще я считаю, что у людей есть возможность также и добывать себе человеческий ресурс, развивать его, преобразовывать и реализовывать, безусловно. Поэтому креативная индустрия – это такой тип производства, где главный ресурс – умение, талант и навыка человека. Потому что все, что работает по алгоритмам, оно будет заменено роботами. Это нормально. Либо механизация, автоматизация. Творческая, уникальная вот эта, не знаю, как сказать, составляющая, да, люди с душой, да, и вот это воображение человека и возможность создавать в голове нечто невообразимое, а потом еще это воплощать, это может только человек сделать. И в данном случае подросткам и пятиклассникам оказалось очень понятно, что это возможно по прямой аналогии. Ну и про креативную индустрию по-разному классифицируют. Где-то 17 направлений. Нам проще подросткам объяснять, что их 4 укропненных групп. Те же 17, только по 4 корзина. Первое – это культура и искусство. Это все виды искусств и пространственные, живописи, архитектура, временные, музыка, литература. Пространственные, временные, они же синтетические. Кино, театр, балет, анимация. Здесь же декоративно-прикладное искусство идет и музейное дело. Это такая большая группа. Второе направление – это дизайн. Все виды дизайна – и промышленный, интерьерный, графический, фэшн. Все, что мы знаем про дизайн, вот эта корзина умещается. Третье направление – медиа и коммуникации. Это реклама, маркетинг, издательское дело. Это анимационное и звуковое производство, но не то, которое в кино, потому что там цель создания творческого проекта и произведения искусства в перспективе. Не всегда это получается. Здесь задача – донести мысль целевой аудитории, ценности заказчиков. Тут есть такая пограничная история. То есть есть анимационное кино в направлении и в такой группе культуры и искусства, а вот моушн-дизайн, все, что мы видим, заставки, все красивые, да, где мы их только не видим, это рисуют моушн-дизайнеры и заказчики разные, предприниматели, мало-средний бизнес. Вот. И четвертое направление – это цифровые технологии, разработка компьютерных игр, разработка программного обеспечения. Вот геймдев весь и все дизайн. То есть IT – это тоже криоти. Да, но, конечно. Потому что здесь продукт, он несет в себе иторческий труд, и сама добавленная стоимость как раз она формируется за счет интеллектуальной собственности. То есть не сырьевой сектор. То есть можно сказать, что IT-шники имеют прямое отношение к разработке нейросетей. Ну, возможно. Не только игр, да? Ну, конечно. Программисты разные бывают. Да, это точно. И задачи у них разные. Но точно и IT-шники, и художники, и реставраторы, если вот сейчас вот так пройтись по всем направлениям, и рекламщики, и дизайнеры, они все используют один и тот же инструмент, и они все в себе там сами в большинстве случаев добывали и талант развивали, и потом научились его монетизировать. В этом ничего такого нет. Вот раньше был стереотип, да? На искусстве не заработаешь, особенно в регионах. Ну, было такое, что вот на работе с заводом мы поднимаем экономику, и это было правильно, это было нормально. Сейчас мы сами знаем, что все автоматизировано, есть только отдельные люди, которые там следят за техническим обслуживанием вещей, да, оборудования. Ну, я так общими словами говорю. И я думаю, это хорошее время. Вообще все технологии развиваются. И искусственный интеллект, и нейросеть отдельно для того, чтобы у человека было больше времени на творчество, на то, что он может сделать, и что никогда не сделает машина. То есть она ему служит, он пользуется ей как инструмент. Иоанн, а сколько тогда профессий или специальностей можно получить именно, закончив техникум или колледж? На самом деле, проводили анализ, около 50% колледжев реализуют те или иные программы, связанные с креативным индустрией, хотя бы по названию. Дизайн у нас есть везде. Вопрос, тут ли это дизайн, который действительно востребован на рынке, и те ли эти направления, это другой вопрос. Но в целом очень мало, потому что, ну, главный индикатор работодателя, они вообще не знают, что колледжи готовят тех или иных специалистов. Их вообще нет. Они даже иногда, ну, как бы не все знают, что студенты приходят из высшего учебного заведения. То есть очень много таких ребят, которые самостоятельным путем, самообразованием добивались, учились, обменивались опытом, вот их расхватывают, а если, ну, кто-то из вуза. Ну, вот то, что из колледжа кто-то может прийти, специалист готовый вот в креативных индустриях, я не говорю за другие отрасли, такого точного понимания не было. Работодатель до тех пор, пока мы не взялись за проект созданию колледжа креативных индустрий. Вот, как раз про это. Вы же сейчас ведете отбор пилотных площадок для реализации проекта, подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования. Как это работает, как это происходит? Мы запустили проект в конце 2021 года, запустили конкурс на отборах пилотных площадок. И здесь мы отбирали эти колледжи и регионы, в первую очередь отбор субъектов, которые готовы поучаствовать в эксперименте, в пилотном проекте по нашей модели, авторской института развития, профобразования. И здесь, конечно, выступили, изъявили желания разные колледжи. Где-то это колледж сферы услуг и дизайна, где-то это колледж предпринимательства в Калининграде, например. В Челябинске Южноуральский государственный колледж зашел в проект. Причем мы отобрали только 7 пилотных площадок, потому что наша задача с ними создавать нечто новое, трансформироваться и эволюционировать в хорошем смысле. А как это происходит? Ну, это ориентация на рынок креативных индустрий, а главное, что ребята должны уже уметь создавать проекты в командах, находясь в колледже. И у нас есть и модели целые, подробно описанные, как это нужно делать. А главное, конечно, ну, по какому принципу мы отбирали, наверное, колледжи, интересно. Это, конечно, команда готова к трансформации, потому что все, что мы делаем, это максимально необычно и не свойственно инвестициям предприятия и института развития профобразования. Мы вручную как бы ищем варианты, и как мы будем привлекать и работодателей, как можно пригласить практик из индустрии на зарплату преподавателя. И ответ, в принципе, никак. Можно закрыть этот вопрос и о нем не спорить. Но у нас есть решение, потому что... А почему никак, извините? Маленькие зарплаты? Да, ну, то есть как бы человек, который востребован в креативных индустриях, его сейчас стоит очень дорого. Никакой колледж никогда не сможет оплачивать равноценную стоимость. Это однозначно. Вопрос. Что может быть привлекательным для практик из индустрии? Мы с нашей командой, в команду федерального центра входят, ну, я считаю, лучшие эксперты в сфере креативных индустрий, которые и находятся в рынке, и имеют преподавательские опыты, опыт составления образовательных программ. В том числе они с нами запускали школу креативных индустрий. Это эксперты чемпионата творческих компетенций, старт мастерс, вот, те, кто работают с целевой аудиторией, с группами подростков. И мы вместе не просто сели в Москве, давайте придумаем программу, которая будет актуальна в Москве, а вот в Челябинске как-нибудь разберутся. Мы вручную ведем все колледжи и приглашаем их, педагогов, в первую очередь, к реализации, к участию в разработке программы, потому что нам важно, чтобы эта программа прижилась. И это не четкая инструкция там в левый шаг вправо. Есть базовые вещи, которые позволяют задать определенную качественную планку и соответствие рынку. А вот каким образом и через какой опыт будет транслировать преподаватели, мы предоставим эту в хорошем смысле академическую свободу и помогаем методистами, потому что, ну, дай бог, он пришел бы хотя бы в колледж посмотреть. А вот журналы, планы, рабочая программа, дисциплина, это все отпугивает на самом деле, потому что это непонятно, не везде объясняют, как это делать, как я работал преподавателем в киноколледже. Ну, все сам разбираешься, если тебе очень надо. Но, видимо, мне очень было надо, поэтому я и дошел до конца. Но вы же в своем колледже, в который закончили, работали. Да, 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 киноведитехнический колледж, и, конечно, это было сложно. И тебе предоставлена свобода, да, определенная, но и ответственность также на тебе, и материально-технической базы нету. Это все так достаточно сложно. И чтобы заработать какие-то действительно приличные деньги, ты должен очень много вести уроков, и ты уже не успеваешь. То есть ты должен сделать выбор определенный. Для действующих практик из индустрии это невозможно. Ну, как мой сказал хороший друг, он руководитель одной компании IT. Говорю, как вы готовите кадры, где вы их ищете? Мы производственные центры, и у нас есть свой центр компетенции. То есть мы сами догоняем, да, и дообучиваем тех специалистов, которые приходят, неважно, откуда они пришли. Может, прийти из колледжа или из УЗА, но он не будет уметь делать то, что другие ребята, которые самостоятельно научились, и берут в первую очередь тех, которые действительно могут, и имеют практический опыт. В креативных индустриях вообще не смотрят на диплом. Смотрят на то, что ты умеешь. И даже не хард-скиллы в первую очередь, а соц-скиллы, умение общаться, работать в команде, носить мысль, взаимодействовать. Это очень важно для ряда профессий. И вот такое решение, что вот есть хорошая компания в сфере креативных индустрии, у него свой производственный центр и образовательный. В нашей модели директоры колледжа, он тоже должен быть директором образовательного центра и производственного. Мы оснащаем, укрепляем материально-техническую базу, закупаем лучшие студии анимации, студии звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства, интерактивных цифровых технологий, серьезные суммы. Это все в колледже, да. Мы это делаем с Раивами и с губернаторами. То есть в рамках этого проекта в течение первого года вкладывался в оборудование регион. Это очень важно для нас, потому что с федеральными программами все участвуют. Когда регион сам вкладывает, он уже как-то внимательно относится, ему как-то это близко должно быть. Так и есть в наших регионах. И в целом мы создаем вот эти студии, где можно создавать действительно конкурентоспособные, хорошие продукты, очень серьезные производственные мощности. Так вот, приглашая проективность индустрии, мы их приглашаем работать, производить продукт на базе колледжа, где у них есть такая же уникальная возможность поделиться опытом с ребятами. А главное, то, к чему мы идем. Мы предоставляем возможность пользоваться оборудованием на безвозмездной основе. Это очень важно. в рамках образовательной организации, стенам, учреждения. Студентам? Нет, преподавателям. Преподавателям? Ну, конечно, ну, как бы не каждый фрилансер и хороший даже специалист может себе позволить такого спектра оборудования. Сейчас все очень дорого, и заказов мало. Мы не то чтобы на этом играли или сыграли, но, по крайней мере, мы знаем, как пригласить. Да, и как бы очень сложно отказаться, потому что тебе предоставляется профессиональная студия. Ты можешь там работать, заниматься, выполнять свои заказы. На этих заказах ты объясняешь ребятам в рамках практических занятий, как ты это делаешь. Но другие преподаватели, они формируют запросы, мотивацию. То есть мы хотим сделать систему тьютеров и теорию перевести в онлайн, потому что очень мало преподавателей в регионах, которые действительно могут вещать и вообще, которые понимают на хорошем уровне, потому что везде по-разному. То есть проблема кадров существует. Однозначно она есть. И просто так не получается. Но и мы упрощаем такие условия, создаем условия для того, чтобы практик из индустрии мог приходить и заниматься своим делом. И вся команда колледжа поможет ему и методически, и теорию провести. Наши эксперты, мы сейчас планируем записывать курсы. Федеральный эксперт, который общается, и сам лично подбирает всех преподпедагогов колледжа. Они все из своего сообщества. То есть там нет чужих людей. Мы их приглашаем в колледж, знакомим с директором. Где-то, конечно, руководство колледжа и сами находит. Мы, соответственно, согласовываем и проверяем в первую очередь, потому что действительно умеет, какая роль и какая позиция в рынке, что вообще может производить этот сотрудник, на каком уровне. И, конечно, умение работать с детьми. Не у всех есть педагогическое образование, это понятно. Но это дело на жену, и здесь задача для того, задача в том, чтобы комфортные условия были созданы для практиков индустрии, чтобы они могли делиться опытом. А кроме этого, директор колледжа, в нашем случае, он же и продюсер колледжа. Если у нас есть хорошее оборудование, и у нас есть люди, которые умеют на нем работать, почему бы нам не производить креативную продукцию? У нас очень много ведомств и министерств страдают от некачественного контента по всем важным темам. Там Минздрав, Минобры региональные, ролики о вреде курения, популяризации здорового образа жизни. То есть мы министров региональных сонастраиваем на восприятие колледжа, что это не просто организация, которая оказывает образовательные услуги, которая может им создавать контент. Это будет дешевле, но это будет дополнительная плата в небюджетную тому практику из индустрии, который работает, выполняет заказы, и в совокупности оплаты по часам, по стандартам. И плюс то, что он может работать не ища заказы, не покупая себе оборудование. А главное, что в нашей модели уникальный подбор специальностей, которых раньше вместе не было. То есть у нас есть информационная система программирования, и реклама digital marketing, и анимация, и кино и телепроизводство, и здесь же музыкальное звукооператорское мастерство, и дизайн. То есть все базовые такие направления... Актуальные. Актуальные, которые позволяют при различных коллаборациях, при различных взаимодействиях выпускать совершенно любой продукт. То есть это может быть компьютерная игра, и у нас здесь есть звукорежиссеры, которые специализируются на создании звуковых миров, и здесь же моушн-дизайнеры, которые ориентированы на видеоигры. Вот, то есть это задача в колледже выращивать такие креативные команды, которые смотрят на своих педагогов-наставников, в первую очередь не мастеров, как это раньше было принято, в творческих, театральных, в том числе и академиях, есть мастер. Я пришел, если вы сюда пришли, значит вы слушаете, и никаких вариантов у вас нет. Ну, так есть, и это работало, а вот в креативных индустриях это не работает, потому что у каждого свои методы, есть задачи, а каждый достигает результатов по-своему, и здесь важен обмен опытом, и чтобы у студентов были различные инструментарии, они умели пользоваться разными инструментами, а главное, они могли постоянно обмениваться, и искать какие-то новые решения, проблем, задач технологических, в том числе концептуальных. И в этом смысле педагоги, которые к нам приходят в колледж, они же и сотрудничают, он пришел, звукорежиссер, у него и моушн-дизайнер, рядом с соседним кабинетом, и разработчик компьютерных игр, то есть здесь мотивация, мы предлагаем развитие и творческого, и профессионального потенциала, в том числе этих людей. Такие условия у нас есть, и знаете, это очень интересно, когда люди всегда сидели, занимались там, монтировали звук у себя, ну там, неважно где. А тут такие условия, единомышленники, много оборудования хорошего, то есть заказы могут быть привлечены, то есть чтобы не работать. Это уже понятно, то есть вы нашли как бы свой подход для преподавателей, а если вернуться к студентам, к выпускникам, какие профессии сейчас наиболее популярны? Про исследование тогда расскажу, и как раз мы выявили. Мы провели опрос, да, около 100 тысяч и школьников, студентов, родителей разных девятых классов, в том числе, и студентов первых, четвертых курсов, и определили направление, то есть был вариант идти по классификатору, там 48 профессий, знаете, художник-инхрустатор, там бутафоры, там слесарь, монтировщик, то есть вот задать подростку вопрос, кем ты хочешь быть в 14-15 лет, ну как бы он точно не ответит, а если ответит, он завтра передумает, то есть это, мы бы ничего не получили. Ну, было предложено мной как раз-таки типа сферам интересов подростков. Ты хочешь писать музыку? Для чего? Для игр, может быть, для мультиков, для кино, то есть мы принимаем как бы сферу, что я хочу заниматься звуком. Он не знает, что я звукорежиссер, концертный, студийный, медиа, саунд-дизайнеры, музыкальные продюсеры, он как бы в своем возрасте занимается звуком, другие занимаются дизайном, как они это понимают, но они понимают, что вот вроде бы туда я хотел бы, там для сценаристов, там для кого вы хотите писать тексты, там для рекламы, может быть, там для фильмов, для мультиков. И таким образом мы вывели сферу интересов подростков, и они достаточно точно определили, что медиа-дизайн, это хорошее современное направление, куда мы включили ряд дисциплин, это коммуникационный дизайн, в первую очередь, такая, наверное, новая версия графического дизайна, то есть при дизайне, все, что с нами взаимодействует, это коммуникационный дизайн, это не просто рисовать, это мыслить и воспринимать. Это 3D-графика, очень важная. Востребованы направления, и специалисты очень редкие, дорогостоящие по 3D-графике. UX, UI, дизайн, дизайн мобильных приложений, интерфейсов, да, вот все телефоны, все приложения, соответственно, вот это входит в медиа-дизайн, блок направления. Мы не обновляем в ГОСы и пока не разрабатываем новую профессию, потому что мы в рамках действующих в ГОС обновляем содержание, что позволяет выполнять задачу. Конечно, мы обновим свое время, но задачи короткие, у нас было полгода, и они выполняются, я считаю. Второе направление – это музыка, звукорежиссура и саунд дизайн. Причем, сейчас уже, наверное, не принято так говорить, музыкальный продакшен и сунграйтинг, написание песен, музыкальное производство, или техника написания песен, современных хитов. И, соответственно, мы заземлили это направление современным названием в стандарт музыкально-звукооператорское мастерство на данный момент. Обновили содержание, потому что там ГОС широкий, там МКПК, и в целом, этого тоже достаточно, хотя бы частичный модуль. И студии запускаем, программы новые, наставники, педагоги, дети счастливы в целом. И третье направление – это анимация, моушн-дизайн. Причем в этом году уже обновился стандарт анимационного кино и анимации, и вышел новый стандарт – кино и телепроизводство. Буквально два месяца назад, который создавался около семи лет. Разработчики – это 40-й киноколледж в городе Москва. Наши коллеги, мы Сергей Пусатом, были киноколледжи, они из Москвы. И вот мы, пока я работал в колледже, мы тоже этим занимались, и долго прошло времени, на самом деле. Но продукт уже есть. В ГОС есть новый, в котором есть четыре направления. Это кино и телепроизводство, там есть стенд режиссера под направление, видеомонтажер, оператор и звукорежиссер. То есть, в принципе, практически как в высшем учебном заведении, но мы не говорим, что ты режиссер, не можешь быть режиссером на СПО, что там нужна и насмотренность, и прожить жизнь, и там мастера. А мы говорим про то, что человек владеет инструментами и знает этапы производства, может производить контент. И в перспективе идти уже дальше, далее развиваться. А главное, что в кино, не будем называть организации, выпускает уважающиеся вузы и уважаемые в стране, но не все могут идти снимать кино, и они идут в рекламу, снимать контент. То есть, в этом смысле ничего такого нет. Почему не учить этому ребят в возрасте от 16 лет, когда мы можем действительно выпустить 19 лет молодого специалиста, начинающего, которые умеют создавать, они же молодое поколение с телефонами, в принципе, с рождения. А сколько учится, Иоанн, на креативных индустриях? Не два года, наверное, как профессионалитет, или все зависит от специальности? От специальности зависит. Да, и три года, десять месяцев есть. Для кого-то достаточно два года, для кого-то год достаточно. Но это, знаете, вечный вопрос, что вот где-то есть курсы, там онлайн, вы научитесь за три недели вот этому, да, очень хорошо рекламный такой слоган. А кто-то говорит, этому учиться нужно всю жизнь. И то, и то правда. И мы хотим вести, мы обсуждаем, да, мы же в эксперименте находимся, пусть не пугаются ни директора, ни педагоги, мы пока работаем с нашими колледжами. Сделать, возможно, такую классификацию, что на первом курсе может быть выдан какое-то удостоверение условное, что студент умеет делать один продукт одним способом. Кому-то этого достаточно. А на втором курсе у меня тоже делал три продукта тремя разными способами. На четвертом курсе десять разных творческих продуктов десятью разными способами. Это позволяет, ну, как бы, это правда, чему-то одному очень такому узкому, там, не знаю, ретушировать фотографии, можно научиться, но ты пойди, найди вот такую работу, где именно этому тебя попросят. здесь, конечно, у ребят, которые проучатся четыре года, будет больше возможности найти себе заказы в первую очередь, потому что в сфере креативных индустрий нету стабильных работодателей, в принципе, нету, никак не ЖЖД. Даже Союзмультфильм в Москве, да, как бы, это одна история. Вот в регионах нет Союзмультфильмов, и они не делают заказы на какое-то количество студентов, на специалистов, 100 человек в год. Но это не означает, что там не нужно учить анимации, потому что аниматоры нужны эмоушен-дизайнеры малому и среднему бизнесу для развития бизнеса, съемки мультимедийного контента, всего какого угодно, во всех перечисленных мной индустриях. И в театре нужны сейчас моушен-дизайнеры для цифровых декораций. Это очень актуальное направление. Они нужны, безусловно, в разработке компьютерных игр, а это вообще другая сторона, IT, ну и так далее. Так вот, в этом смысле мы в колледжах формируем команды, которые сами могут себе доставать и добывать заказы, и выполнять их. То есть, это модель предпринимательской модели деятельности, в первую очередь обучаются ребята знакомиться с таким понятием, как авторские права интеллектуальной собственности, как защищать ее и как ее регистрировать. И в этом смысле это универсальные команды, которые могут и работать в сфере культуры и искусства, а могут развивать традиционную отрасль региона. Кузбасс, например, мой любимый, где я полтора года прожил, строив школу, первой креативных индустрий. Сергей Евгеньевич Целев губернатор говорит, у нас вот компания, нам надо ролик снять корпоративное кино, нам нужны цифровые сервисы, нам в конце концов, говорит, нужно показать, что стереотип уже то, что шахтер, то есть, Кузбасс это лицо, да, шахтер, чумаза с белыми зубами. Это же не так, у нас чисто производство, а кто об этом знает? Мы показывали презентацию как раз нашего колледжа, он открывал, и школу он открывал, мы с ним давно дружим, и он говорит, ничего себе, то есть, это получается, вы можете, креативная индустрия говорит, это инструмент, который может донести любую ценность компаний, либо организации, либо всего региона до любой целевой аудитории на понятном для нее языке, аудиовизуальном, доступном, для подростков в одном формате, с одной подачи снимается, для другого поколения. Яна, вот сейчас вы сказали, школа креативных индустрий, а кто там может учиться? Школа, это система дополнительного образования от 12 до 18 лет, разрабатывалась как предуниверсиарий для высшей школы музыкально-театрального искусства в рамках культурно-образовательно-музейных комплексов Кемерово, Калининград, Владивосток и Севастополь. То есть, задача была подготовлена. Именно в этих. То есть, мы пилотировали Министерство культуры, тогда мы находились, и для них делали этот проект два с половиной года, запускали вот эти три школы Кемерово, Калининград, Владивосток. И это как раз профориентация. То есть, сначала нужно сориентировать. И очень интересные подходы, которые откликнулись детям, мы не даем им выбора. Вот сразу шесть студий дизайна, анимации, фото-видеопроизводства, VR и театральной технологии. Они не выбирают. Они обязательно первым годом проходят все. Они сначала, причем заходят обязательно для педагогов, чтобы подросток развил свою творческую идею самостоятельно. Ну, хочу как угодно. Вот поверьте, у нас был прецедент положительный. Хочу песню, как у Моргенштерна. Ну, надо. Ему вот музыка нравится. Что с ним сделать в обычной школе, мы догадываемся. Либо родителей вызовут, ну, отругают и отобьют, наверное. Ну, скажут плохо. Мы предлагаем... Забудьте это имя. Ну, типа, да, как бы. Это нельзя. Почему нельзя? Хотя они слушают и... Слушают. Это нормально. Вопросы, как они это воспринимают, да, и в целом для них это просто бухмузыка, да, либо они как-то содержательно пытаются уникать. Так вот, мы предлагаем, напиши свою музыку, напиши свой текст, созидательные, добрые, про маму, про папу, про собачек. Мы тебе эту музыку разберем. Нам примитивная, ну, если тебе нам так нравится, да. И ребенок за три недели знакомится с этапами производства. Модуль в 18 часов. Приходит там, понажимал на кнопочки, написал свой текст, из вилки желания. Преподаватель помог ему запаковать его в продукт. То есть он и примерил на себя роли, и приложил руку, и в итоге через три недели, а у нас модули так длятся, презентовал всем своим друзьям и сверстникам. Так вот, после этих трех недель презентации, поверьте, этому конкретному главному человеку, вот этот исполнитель, перестал быть интересен вообще. Он примерно забыл. Он все, ну, ах, вот это так просто, ну, это неинтересно. А через полгода он приходит и спрашивает, Иван говорит, что какую классическую музыку мне послушать? То есть это совершенно другой принцип, когда мы не изолируем, не запрещаем то, что им хочется. Ну, хочется, попробуй. В некоторых вузах не дают до третьего курса камеры потрогать, потому что, ну, сначала изучите все-все тома, да, великих, а потом вам дадим. А в этом нет смысла, потому что, да, берите технику, а что? Ну, поигрались две недели, а потом нечего. И они приходят за содержанием к преподавателю, и здесь уже такая обратная интересная мотивация к тому, чтобы постигать содержание и уже уходить вглубь специальности. Ианн, хорошо, но если вернуться к среднему профессиональному образованию и креативным индустриям, сейчас вы обучаете неким творческим профессиям, но сейчас вышел атлас будущих профессий, мы с вами про это немножко поговорили, и я даже взяла шпаргалку просто, чтобы зачитать без ошибки. Дизайнер эмоций, продюсер смыслового поля, игропрактик смешанной реальности, разработчик медиапрограмм, инфостилист, редактор агрегаторов контента, куратор креативных нейросетей, пропустила факт-чекера. Расскажите, кто это? Я не знаю, что это за профессии. Я не успела посмотреть. Это нормально, я тоже. Это, как мы ранее говорили, в атласе новых профессий, те профессии, которые могут быть в будущем, их с этой целью и придумали. А как там будет через 50 лет, как в Советском Союзе мечтали? Может быть, даже не через 50. Иван, я согласна с мыслью, что те, кто поступают сейчас и тратят на это какое-то время, а идут куда у нас в основном? В креативных индустриях. Рекламщик, айтишник, пиарщик, художник. Аниматор, дизайнер. Будут ли эти профессии актуальны через какое-то время? 5-7 лет. Айтишники те же самые. Мы говорим про глобальную цифровизацию и про разработку программного обеспечения. Я считаю, что это одна из самых творческих профессий, честно, не менее, чем написание музыки, потому что человек создает из своей головы те сервисы и те коды, которые позволяют потом автоматизировать большое количество процессов. Не всем это дано. И в этом смысле из этого перечня вот что-то, да, звучит так фантастически, а что-то вполне себе уже реализуется. Ну, например? Игра практик в смешанной реальности. То есть это, в моем понимании, тестировщик игры, которые производятся в смешанной реальности. Эти игры есть. Есть дополненная реальность, виртуальная смешанная. Вот. В целом, как бы, и даже этому направлению мы обучаем в колледже, это есть направление интерактивные медиа. Это разработка компьютерных игр и интерактивные медиа. Это обычная такая мультимедийная система, там могу технически в двух словах рассказать, там зал закрытый, как виртуальная реальность без очков, система проекторов, которая засвечивает все стены и пол. И человек, находясь в этом пространстве, может махать руками, двигать контентом, туда погружаться, полностью взаимодействовать. И, во-первых, это можно проводить любые мероприятия и не застраивать декорациями, ну, если уж так найти бизнес-применение. А главное, что для этих залов нужно разрабатывать контент. В первую очередь, это креативная группа. А должна быть еще группа, которая адаптирует и перенесет этот контент творческий в виде файлов на все эти экраны. А потом кто-то еще должен написать код, айтишники, чтобы это все заработало. В креативных индустриях все очень взаимосвязано, все очень кросс-дисциплинарно. И в этом и есть сила, мне кажется, вот этих универсальных различных переходов из одной профессии в другую, потому что, ну, профессии какие-то устревают. Но те специалисты, наши коллеги из креативных индустрий, они постоянно находятся в процессе получения, создания новых проектов. Они развиваются вместе с индустрией, их, то, что они делают, уже называется по-разному. Раньше был графический дизайнер, сейчас коммуникационный дизайнер, потом еще какой-то был. То есть, ну, задачи рынок диктует, и спрос есть на производство более качественного мультимедийного контента, больше качественно интерактивных различных историй, где человек больше взаимодействует, да, вот с цифровым миром. Это все создается тремя группами специалистов. Не только творческой и креативной, как креаторы, да, а еще и инженеры, которые обслуживают. Без них вот ничего не будет, на самом деле. Я как раз-таки говорю, что творческие профессии – одно, креативная команда – это другое, инженерные группы, айтишные – это те, без кого мы никогда не увидим тот самый инновационный, креативный продукт на всех современных цифровых поверхностях. Согласна. Но не могу не спросить. Честно скажу, это мой любимый вопрос, связанный с искусственным интеллектом, который там чат GPT совершает какие-то просто революции, не только пишет сочинения, да, нейросети рисуют картины. Вы слышали, что недавно компания Coca-Cola уволила своих художников-дизайнеров, да. Или просто дизайнеров, или художников. Именно, по-моему, те, кто рисовали, да. И некие как бы креативные сообщества очень сильно триггерит сегодня. То есть они переживают, потому что искусственный интеллект начал делать работу за них. У нас в студии был в гостях Андрей Комиссаров, который у нас тоже специалист в области искусственного интеллекта, который нас удивил. Он сказал, что модельный бизнес, вот скоро модели будут не нужны, потому что в виртуальной реальности это дешевле и проще нарисовать модель. Да, это на три разных понятия. Вот всё-таки, да. Что происходит, на ваш взгляд, с креативными профессиями сегодня? Стоит ли переживать сообществу и заменит ли искусственный интеллект профессия? Ну, на самом деле, всё развитие технологии, оно, по моему субъекту мнению, нужно для того, чтобы человек высвобождал время для своего творчества. И, очевидно, да, всё, что работает по алгоритмам, оно будет заменено роботами. Причём раньше это вручную управлялось, ну, допустим, с каким-то там участием человека и частичной автоматизацией, с помощью там нейросети искусственного интеллекта. Это может быть полное замещение. Но это вопрос замещения того, что как бы человек, который создан для того, чтобы придумывать и творить, сидит и выполняет какую-то механическую работу. Ну, в целом так на заводах и было. Вот мне кажется, человек не для этого. И сейчас развиваются технологии для того, чтобы помогать креаторам. А что делать художникам, дизайнерам? Придумывать? Копирайтерам, за которых тоже пишут. Ну, копирайтерам не могу вот сказать. Прям ещё с ними не общался. А с дизайнером я тоже как-то, знаете, позволновался, когда, ну, ничего себе, сейчас мы тут в колледже открываем новое направление. Ну, как бы, да? Есть такой, что называется, вайб подозрительный. И как раз-таки услышал выступление. Это, в принципе, в соцсетях у Пакраса Лампаса, это известнейший медиахудожник. Мы с ним общались. И он уникальный, наверное, человек, который везде ищет синтезы искусства, технологий. Говорит, ребята, надо радоваться, потому что вот за нас на нейросеть делать то, что вот я бы сидел 10 часов это делал. В этом нет творческого. Я сижу, сидел бы и исполнял бы, отрабатывал технически. А я придумал-то один раз, а потом иди это сделай. Вот человек должен только придумывать и смотреть, как это реализуется, контролировать процессы. И в этом смысле технологии и нейросеть вполне себе могут служить этим инструментом, который экономит человеку время и делает это достаточно четко. Главное, надо четко ТЗ сформировать. И эта нейросеть, которую вы упоминали, она тоже не изобразит качественные картинки, если даже запрос не будет качественно исполнен человеком. Важен запрос. Да, конечно. И в этом смысле я в хорошем смысле успокоился. И вот тут вопрос для дизайнеров. Дизайнер это тот, кто сидит, рисует, и его может заменить роботы или нейросеть. Для дизайнера это тот, который придумывает, проектирует новые формы с новыми смыслами, то, чего никогда раньше не было. Этому потом только может, возможно, нейросеть обучиться. И то не всему. Креативнее. Да, то есть выходить на новый уровень, действительно, придумывания работы, реализации. То есть у нас как воображение работает, как вы упоминали, да, Эйнштейна, достаточно серьезно. И в голове человек может придумать все, что угодно. Там мелких деталей. Только вот руками он сам не может это сделать. Даже и 100 человек иногда не может сделать то, что придумал в голове один человек и детально проработал. В этом смысле, я думаю, будет интересно посмотреть, как эти технологии служат, да, человеку как творцу. Пока что каких-то опасений, ну, знаете, много пугалок разных. Ну, это когда их не было. Услышала ответ, вдохновляющий. И вопрос, соответствует ли спрос предложению. То есть есть спрос выучиться профессии, получить ее в колледже или техникуме. А существует ли такое количество колледжей современных, хорошо оборудованных, с кадрами, которые эту профессию могут там научить? Ну, таких колледжей пока мало. В нашем проекте их только 7. В этом году мы еще планируем делать отбор, еще в новые регионы отбирать. Подождите, Лан, извините. Но ведь когда читаешь каталог колледжа и техникум, там же очень много, там, медийный колледж, там, колледж киноиндустрии, или это все уже... Слушайте, я за все не скажу. И пишут действительно красиво все. Не хочу сказать какую-то крамульную мысль, да, но с теми образованиями так все хорошо, и на отчетах тоже все хорошо. Главный для нас показатель – это студент и работодатель. Студент, выпускник, который вышел из нашего колледжа, я могу только за свой нести ответ и ответственность. Вот он, как бы, он что, должен зайти в индустрию? Я считаю, что он должен быть интегрирован в индустрию уже со второго курса, в принципе. Вот как раз он следующий вопрос. Чтобы попасть в креативную индустрию, просто в индустрию, он должен попасть в колледж. И помните, он говорил, в педагоге в колледже производят продукты, современное оборудование. Приходи, во-первых, да, конечно, все по занятию, не просто это свободное посещение, приходи, занимайся, да. То есть, ну, есть доступ к людям, которые производят, которые лучшие в регионе или в стране, они общаются, они делятся опытом. И в этом смысле мы создаем проектно-продюсерский центр, как новая такая сущность. Это такая вариация учебно-производственного комплекса, который должен реализовываться теперь во всех колледжах в связи с обновлением закона об образовании. В конце года обновили, что теперь это можно делать и давать работу выпускникам и студентам временно, там написано. Так вот, в проектно-продюсерском центре, производственном ведре этого нашего колледжа креативных индустрий, студенты могут уже зайти работать, если они соответствуют тому уровню, который необходим для того, чтобы выпускать качественные продукты. Это очень хорошая мотивация для ребят. Это отдельное пространство. То есть очень хорошо оборудованный класс, учебный, там все занимаются. То есть вы над этим работаете сейчас, развиваете. Конечно, развиваем. Мы уже разработали модели. Мы подготовили концепцию подготовки кадров для креативных индустрий в системе СПО, в нашей институте, как автор группы разработчиков. И модель колледжа креативных индустрий, причем с методическими рекомендациями. Как мы это сделали, например, в семи колледжах? Какой у них был путь? То есть дело в том, что нет правильного ответа. Вот мы один раз делаем, и повторяете все за нами. Мы очень четко рисуем цель, к которой мы идем. А дальше каждый достигает своими способами, поверьте, у всех семей на государственных колледжах разные были пути достижения. Они в разных городах, эти колледжи. Да, это Кемерово, Калининград, Якутск, Ханты-Мантийск, Челябинск, Ижевская республика и Калининград. Семь пилотных площадок было отобрано, и они по-своему идут. Кто-то быстрее, кто-то медленно. У нас эксперимент, у нас можно идти разными темпами. Кто насколько может, насколько это осознает. Ну и отдельная история, конечно, есть регионы, где развита креативная индустрия. Там, казалось бы, вот сейчас все так быстренько пойдет, но нет. А вот Челябинский колледж, Южно-Уральский государственный, кстати, даже в названии нет специализации, как университет большой. Три с половиной тысячи студентов, там 30 вгосов. Вот эта команда колледжа так загорелась этим проектом, что они просто вручную сами ходят, делают. Три с половиной тысячи студентов в одном колледже. Да, учатся в этом колледже. Там будет, ну как отделение, наверное, скорее, да? Там были IT-направления дизайнера, но никто никогда не запаковывал это в продуктовую историю и не соединял ребят в команды по тому принципу, в котором работает команда в индустрии. Тут самое, конечно, важное, это даже скорее взаимодействие людей в команде. Это очень софт-скидлы прорабатываются. И в этом смысле у ребят есть возможность и после выпуска из колледжа, то есть они уже делают ВКР как стартапы условные, инвестиционные проекты, могут инвесторы приходить смотреть и оценивать, и покупать, и вкладываться. И в этом смысле, то есть нету какого-то заказа, еще раз говорю, у работодателей. То есть мы выпускаем большое количество, насыщаем рынок креативных команд, которые могут делать любые продукты на любой вкус и цвет. Это уже понятно. В одном колледже это может быть до 10 проектов. И они уже могут делать какие-то продукты уже на втором курсе и монетизировать, скажем. На втором курсе, наверное, одновато. Первый курс посвящен общеобразовательным дисциплинам. Здесь у них курсы ведения в креативной индустрии и креативное предпринимательство. База. Причем на первом курсе, как вот и по аналогии, как мы делали в системе дополнительного образования со школами, нам важно, чтобы человек, студент попробовал все направления колледжа. Вступая в наш колледж, ему дается возможность попробовать создавать проекты всех специальностей колледжа, только потом определиться на втором курсе, куда он все-таки хочет пойти. Потому что если человек случайно попал не туда, и мама заставила, и есть такая социальная история, что как бы нельзя уходить с второго курса, с третьего, с другого, и люди домучиваются и доучиваются, то это, наверное, не очень хорошо. В этом смысле давайте попробуем все, наконец поймем. И у нас в колледжах действительно сейчас первый год мы заканчиваем, айтишники и разработчики приходят в дизайн. Говорят, мы не знали, что это так, но спасибо, что дали нам попробовать. Вот, то есть мы будем взаимодействовать, потому что, да, ребята будут писать код, просто мне не могу писать код 20 часов, да? Я хочу создавать, но я буду работать с ними. То есть здесь не нужно делать выбор. И в смысле даже со звукорежиссурой анимации ребенок или человек может действительно иметь музыкальный слух, музыкальное образование, и казалось бы, вот он уже сколько, ну с 5 лет этим занимается, да? До 15-10 лет этим занимается. Но ему нравятся анимации. Он не должен делать выборы между художником-миниатром и звукорежиссером. Может делать звук для анимации. И мы показываем, как отдельный специалист может делать свой продукт, реализовывать свой профессиональный творческий потенциал для различных отраслей. Хочешь в кино – делай. Пандемия началась – иди делай для компьютерных игр. Хочешь – для мультиков. То есть в течение первого года ребята просто знакомятся, что вот такие траектории есть. Кто-то выбирает себя, кто-то интроверт, может быть в студии звукозаписи посидеть. Кто-то экстраверт, он хочет с людьми пообщаться. Это концертный звукорежиссур. Спасибо, тоже понятно. Сколько вы даёте времени, скажем так, на развитие рынка профессионального образования в сфере креативных индустрий? Вот завтра выпускники пошли учиться на творческие и айтишные профессии. Ну, я думаю, наш проект рассчитан точно на 4 года от момента вступления до выпуска. Мы фиксируем все важные моменты, которые происходят. И я думаю, даже ещё, наверное, плюс 2 года после выпуска мы сможем действительно понять, как это работает. То есть задумано, но таким образом. И мы видим готовность команд, управленческих команд колледжа. Поверьте, их тоже нужно было подготовить. Мы год только на это потратили. То есть там всё нормально. Не знаю, зачем что-то делать. Ну, как бы... То есть работаем с управленческими командами, проводили курсы повышения квалификации, ввозили, показывали различные практики. И, знаете, люди, глаза загорелись. Не просто, оказывается, можно сидеть на месте директора, а создавать тоже что-то. Это такая у нас, наверное, идеология, философия. И мы в том числе создаём школу или колледжи креативных. Как ещё заряжаете, да. Ну, да. И в этом смысле результаты везде разные. Есть ребята, которые пришли и подготовлены. Они уже скомпоновались в команду, они уже работают. То есть просто в каком-то тираже большом, сложно сказать, будет зависеть, конечно, от того, в первую очередь, как развивается креативная индустрия в регионе. Потому что мы, заходя в образовательные проекты, в хорошем смысле предупреждали региональных представителей органов власти, что мы-то построим колледжи, школу и работу мы выполним свою. Но это не выполнит поручение президента. Остановить отток талантливой молодёжи из региона. Почему? Программы современные, всё классно. А если работы не будет и не будет условий, где после колледжа, а это уже не задача колледжа, инфраструктуры, креативных кластеров, различных проектов с поддержками различных фондов, то они уедут в города с развитым сектором креативной экономики. Но вот здесь-то мне кажется, что не совсем так. Почему? Во-первых, рынок уже можно найти работу и работать по интернету. Это раз. А второе, всё-таки креативность, она всё больше и больше. Входит во все сферы экономики. И без таких каких-то специальных... Я не говорю ни про звукорежиссёров, например, хотя почему бы и нет. Но тем не менее. Мне-то здесь кажется, что независимо от географии, где ты выучился, работу найти можно. Ну, не в самом регионе. То есть можно находиться в регионе, в котором ты родился, отучился, но ты работаешь на развитии экономики другого региона. Это очень важно. Это резонно. А наша задача, чтобы вложения и команды развали креативную экономику, чтобы они регистрили свой бизнес. А для этого не должны быть условия, потому что отлично придумываются проекты. Мы будем делать гениальный, великий проект. Через три дня походов по всем инстанциям, знаете, энтузиазм заканчивается, и не все доходят до конца. Это задачи регионов, которые мы также обозначаем и помогаем коммуницировать. То есть открываются институты развития креативных индустрий, фонды поддержки, корпорации развития. Их задача – помогать креативным предпринимателям. Дело в том, что они не могут делать. Есть же институт креативных индустрий при ВЭШке, по-моему, тоже. Вот недавно открылись, я как раз выступал в английской конфиденции. Да, да, да. Там хорошо, но мы говорим про региональные. Здесь как бы научные исследователи, они так себя заявляют, Татьяна Вселенная, на что ресерч, да, исследования. Региональные рынки, они должны пойти и помочь руками креативному предпринимателю открыть свой бизнес, найти деньги, найти, построить. И они им предлагают помещения с низкими арендными ставками. Они продюсируют их. Они их действительно в хорошем смысле прокачивают в акселераторах и спрашивают, а что вам еще нужно? Вот сейчас вот действительно есть регионы, Красноярский край, наш любимый институт развития креативных индустрий, он там существует. И мы их коннектим с колледжем. Они, кстати же, опять же, все своими делами занимаются. Это нормально, разведенные ведомства. То есть мы связываем их, говорим, что нашим выпускникам необходимо дальше площадка, где они будут сидеть. Они могут сразу платить большие арендные ставки. А если это геймдизайн, не геймдизайн, а разработка компьютерных игр, чтобы команде выпускников первый проект хотя бы защитить, надо два года поработать, ничего не зарабатывая. Извините, на дошираках. Потом презентовать проект, его на прототип разработать. Он около двух лет создается. То есть нужна социальная поддержка. Вот эта подушка безопасности, которая позволит ребятам создать проект. То есть они его показывают, ну вот купили или не купили. И после этого все команды рассыпаются, потому что два года работы трудится, и вот ничего. То есть наша задача, чтобы этого не было. И в этом смысле те проекты, президентский фонд культурных инициатив, институт региональный, они вместе с нами готовы эти команды поддерживать до того уровня, когда они уже смогут попробовать, ошибиться, что-то исправить. И уже действительно выходить в рынок. Но уже остаться в регионе. Конечно. В регионе и в индустрии. Потому что многие, к сожалению, даже уходят из профессии, понимая, какая точка входа и какие риски. То есть у дизайнеров все проще. Можно найти заказы. Но компьютерную игру продать не так уж и легко. Ну да. Но вернемся к Альберту Эйнштейну, который все-таки работал в патентном бюро в Швейцарии. Такая работа была, в общем, небе лежачего. А в это время-то он как раз и занимался физикой. И осваивал, как бы, да, и стал нобелевским лауреатом благодаря работе в патентном бюро. Тем не менее, это уже все зависит, конечно, от отпускников. Насколько это их призвание, насколько они выбрали, наверное, свою дорогу. Могу продолжить в смысле. Не все креаторы, они предприниматели. То есть мы, конечно, предлагаем и показываем, как это работает. Но есть специалисты, которые могут только хорошо работать. Их не нужно заставлять. Им нужны продюсеры. То есть и есть такие люди. И мы этому тоже планируем обучать в проектном продюсерском центре. Собственно, сам руководитель этого направления, он продюсирует проекты студентов. Он как бы выявляет лидеров. То есть наша задача выращивать креативных лидеров, которые в своих командах будут поднимать ребят и вокруг себя объединяются. Это очень важно. Вот, Анна, спасибо большое. Вы мне объяснили. Вы даже поставили где-то точку. То есть теперь понятно, вы обучаете не отдельно каждого, а вы строите команды. Команды, которые состоят от инженеров, айтишников, продюсеров, которые ведут этот проект, да, и уже специалистов. Да, такая продуктовая рыночная история. Понятно. Да. Спасибо. Отлично. Я бы хотела вернуться к педагогике, поскольку мы в студии 1 сентября. Вспомнить, что этот год – год педагога и наставника. И хотела спросить у вас, а были ли в вашей жизни учителя, наставники, которым вы благодарны, и благодаря которым вы стали тем, кто есть сейчас? Ну, конечно. И на самом деле у меня, наверное, таких есть 3 человека в жизни. Причем первый – это мой учитель по направлению музыки. Причем это не просто музыка, это, знаете, был центр авторской песни Сергея Посадьева, который… И там был прекраснейший руководитель Владимир Иванович Цивкин, который сформировал за 30 лет прекрасную студию, свои фестивали, воспитал молодежь. И вот наставник… На гитаре, да? На гитаре. Ну, там фрик, пиано, там партовская песня, жанр широкий, современный в том числе. И спектакли ставили, и они нас водили. Мы выступали в концертном зале России и в Большом театре с живыми выступлениями, постановками, там по Тарковскому. Серьезно, с Латухи там где-то выступали на площадках. Действительно. То есть это не просто у костра, да? Это действительно работа с текстами, с музыкой, со спектаклями, с интеграцией поэзии и музыки той или иной. И в этом смысле, да, вот руководитель этой студии, он как раз-то ничему не учил, да? Наставник – это человек, которому ты небезразличный, и он ищет действительно варианты, наверное, подходы к тебе. И предлагает. Ты уже можешь… Я так понимаю. Просто я сейчас уже прокручиваю, его уже нету с нами. И я, то есть, понимаю, что вот он говорит, а пойдем там звукорежиссуру. Давай туда, давай сюда. Направлял. И как бы направлял, и то есть только потом ты уже понимаешь, что действительно вот без этого человека бы не случилось. Второй человек – это как раз-таки, вот когда один передал, второй подхватил. Когда в 27 год меня пригласили преподавать, собственно, в киноколледж, ну, и профессией владел, были сложности с спецсоставом, и вроде как больше студенты, кому еще не им помогать, с моим альбоматром. И вот заместили директора по учебно-оспектурной работе Людмила Георгиевна Заденькова, собственно, и обучала как раз-таки, и подсказывала, как работать с группами, как составлять программы, очень внимательно, очень чутко это делала. И я погрузился в эту систему. Наверное, благодаря этому я, собственно, здесь и нахожусь. Ну, не здесь, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, потому что это был очень важный этап. И, ну, конечно, здесь уже Наталья Михайловна Золотарева, потому что мы с ней уже многое в хорошем смысле прошли, Министерство культуры, то есть уже был проект готовый, и она сходу уловила, что это рабочая модель, как она говорила, да, и создала условия, в которых это смогло произрасти действительно в трех регионах, в сложных институциях. То есть Наталья Школа на свою работу выполняет, но всяких много было неблагоприятных условий, которые могли бы в какой-то момент прервать реализацию проекта. И в этом смысле, я считаю, это тоже наставничество и создание условий, комфортных для работы команды. А дальше уже был у нас чемпионат арт-мастерс, и сейчас мы работаем в институте, развиваем. То есть вот я для себя таких трех наставников определял. Спасибо. К сожалению, не видно вопросов от наших зрителей. И тогда к вам, в общем, на сегодня последний вопрос. Что бы вы посоветовали выпускникам, родителям выпускников, те, кто выбрали для себя профессию в креативной индустрии? Одну из, да, любую. Слушайте, ну, наверное, пробовать создавать, то есть не бояться каких-то технических ограничений, да, стараться больше развивать воображение, придумывать проекты и вокруг себя собирать команду, которая позволит реализовать этот проект. То есть находиться в постоянном движении, поиске, потому что все самые классные проекты, они создаются с нуля и, знаете, без маски эксперта. То есть мы все первооткрыватели, и главное действительно это осознавать, что мы исследуем, мы пробуем, где-то мы ошибаемся. То есть вот такой принцип, наверное, какой-то закрепить для себя, что ничего постоянного нету, да, в каком-то смысле. И все интересно, а то, к чему ты так относишься, да, когда ты хочешь познать мир, хочешь сделать что-то хорошее, созидательное, на благо, ну, наверное, высокопарно звучит, благо для других людей, но это все-таки так. Когда задумывается вот цель, а, как сказал директор Пушкинского музея, масштаб цели определяет масштаб личности человека. Поэтому в этом смысле, конечно, стремиться и действительно создавать проекты, которые ранее еще не были придуманы, которых они ранее не видели в жизни, но уже придумывали у себя в голове. Спасибо огромное. Было очень интересно. Я, наверное, на все вопросы ваши ответил, да? Как-то по своей теме пошел. У нас, да, сегодня была такая, да, была беседа, нет, нет, это очень интересная. Да, на вопросы, по крайней мере, вот выводы какие-то есть, что креативная индустрия в среднем профессиональном образовании развивается, как она выстраивается, да, и при помощи чего вы рассказали. Я очень рад. У нас сегодня в студии был Иоанн Клиндуков, руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Института развития профессионального образования. Иоанн, спасибо вам огромное. Вот зрители вам тоже пишут спасибо. Спасибо вам. И вы можете попрощаться с нашими зрителями. Да, хорошего вечера, друзья. Успехов вам. Спасибо. Спасибо огромное. Хорошего вечера. Весеннего настроения. С наступающим праздником.